МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Харьков конца 18-го столетия. На смену неспешному патриархальному укладу шел век совсем других скоростей, век промышленности и капитала. Один за другим возникали заводы и фабрики, а строительство железной дороги открыло путь поездам на Москву, Севастополь, Ростов, Николаев, Киев. Город раздвигал свои границы. Разве мог бы он обойтись без городского транспорта? И городская управа заключила договор с бельгийским акционерным обществом на постройку конной железной дороги, которая начала свое существование в 1882 году. От Южного вокзала по Александровской, ныне Красноармейской, и Екатеринославской, Полтавский шлях улицам. Далее по Сергиевской, Пролетарской, Павловской, Розы-Люксембург и Николаевской, Конституции-площадям. А затем по Московской и Старомосковской улицам, ныне Московский проспект, пролег путь небольшой, крытой платформы на колесах, поставленной на рельсы, Конки. 17,5 верст по центру города, со скоростью не более 6 верст в час. А жизнь летела куда быстрее Конки. В 1892 году газеты сообщили, что в Киеве построена трамвайная линия, по которой вагоны движутся под воздействием электрической силы. К 1900 году трамвайное движение было открыто в Казани, Нижнем Новгороде, Курске, Орле, Москве, Ярославле. В том же году Харьковская городская управа пришла к выводу, что трамвай гораздо выгоднее Конки, да и население города к тому времени уже перевалило за 200 тысяч. Так что необходимости трамвая никто не отрицал, но сомнения все же одолевали. С какой скоростью он будет двигаться? До 12 верст в час. Этого допустить нельзя. Он не должен обгонять карету господина губернатора. Непочтительно. Минуло еще пять лет, прежде чем началась прокладка трамвайных путей, навеска электрических проводов. И все это вручную. К середине 1906 года городская электрическая железная дорога была построена. Ведала ею Харьковское управление электротрамвая. Из Германии прибыло 12 вагонов. За каждый из них управа заплатила 7333 рубля золотом. Водителей подготовили быстро. Уж больно толковыми оказались первые трамвайщики. И не только толковыми, ведь к их отбору подходили и с особыми мерками. Все они должны были быть высокими красавцами, с лихими усами. Это сегодня никого не удивляет ведущая трамвай-женщина. А ведь впервые это произошло только в 1927 году. Вот она, первая в Харькове женщина-водитель трамвая Ефименко Коблицкая. Здесь, на Плехановской улице когда-то находилось Петинское депо, из которого 3 июля 1906 года выкатил первый Харьковский трамвай и прошел по Петинской и Нетечинской улицам до Павловской площади. В вагоне усаживалось не более 18 пассажиров. Приходилось подолгу ожидать встречного вагона. И все же горожане отдавали предпочтение новшеству. Уже к концу 1906 года трамвай перевез свыше миллиона пассажиров. А через полтора года был проложен новый маршрут Клочковская улица Павловская площадь, который пересек путь Конки. И уж после этого городская управа с хозяевами Конки не церемонилась, прокладывая рельсы через их дороги всюду, где считала нужным. И все же Харьковской Конке суждено было просуществовать до самой революции. В 1912 году протяженность трамвайных путей составляла уже более 19 километров. Электроэнергию давала городская станция, находившаяся на берегу реки Харьков. В годы войны она была разрушена, а трамвайные вагоны выпускали в Мытищах, Ревеле и Никополе. Отстой ремонт трамваев производили в двух депо Петенском и Пескуновском, построенном в 1910 году. Это депо теперь называется Ленинским. Когда-то это было тесное, темное помещение, канавы не имели отливов, рабочим приходилось стоять согнувшись по колено в грязной воде. Сейчас, конечно, совсем не то. Но старое депо есть старое депо. И уж, конечно, не сравнится с новым домом для трамвая, как называли открытое в 1982 году Салтовское депо, разработанное Харьковским НИИ Коммунпроектом и рассчитанное на 300 вагонов. Оно было и пока остается крупнейшим в СНГ. Заглянув в день сегодняшний, вернемся к истории и вспомним, как все это доставалось. Отгремели последние бои на фронтах гражданской войны и начался трудный переход к мирной жизни. К июлю 1920 года огромными усилиями удалось пустить трамвай от Южного вокзала до площади Розы-Люксембург. К концу 1924 года трамваи ходили уже по 7 маршрутам протяженностью 28,5 километров. Но и они не успевали обслуживать такой город, как Харьков. Шло строительство новых маршрутов. Вот как описывают газеты 1926 года прокладку одного из них. Харьков-столица. На глазах он принимает вид современного европейского города. Толпы пешеходов заполняют тротуары, по улицам бегут сотни автомобилей, от центра к окраинам мчатся трамваи. За университетским садом голое поле падает на Клочковскую улицу. И вот туда пришли люди с кирками, лопатами, измерительными приборами. Глубокий яр преображался, на землю ложились шпалы, к ним накрепко пришивались костылями рельсы. Представьте все это, когда трамвай мчит вас вверх от Клочковской к Газпрому. Ведь этот маршрут был проложен, чтобы построить его уникальное здание. Сюда вложена огромная доля труда харьковских трамвайщиков. В то время гужевой транспорт попросту не смог бы справиться с мощным потоком грузов, идущих на строительство. 15 трамваев-тягачей с 8 вагонетками грузоподъемностью по 6 тонн каждая спешили к площади. Люди, проезжающие сегодня в трамвае по этому маршруту, отчасти становятся причастными к одной из интереснейших страниц в истории города. А глубокой осенью 29-го года в продуваемой всеми ветрами степи неподалеку от станции Лосева началось сооружение одного из крупнейших предприятий машиностроения Харьковского тракторного завода. Гигантскую стройку необходимо было связать 15-километровой трамвайной линией с центром города. Прокладка трассы была объявлена народной стройкой и в выходные дни здесь трудились рядом студенты и служащие седые пенсионеры и подростки ФЗУшники рабочие домохозяйки. 30-го июля трамвайная трасса на ХТЗ была закончена и по ней к заводу отправились сначала грузовые трамваи а уж потом когда завод вошел в строй пассажирские здесь на этих стройках 20-х и 30-х было заложено начало самостоятельной службы грузовых перевозок которая сегодня насчитывает 80 единиц целая серия трамваев работяг уже с утра выкатывает на городские улицы поливом моечный трамвай прозвенит он по рельсам умоет город и дышать становится легче и настроение вроде бы совсем другое светлее и радостнее а видели бы вы как ведут свой трамвай сами трамвайщики осторожно чтобы непрохожих нерезвые легковушки не забрызгать и весело город моем этот трамвай своеобразное олицетворение всех своих собратьев экологически чистого транспорта а вот на путевой машине для отделки трамвайного пути трамвайщики серьезные и с достоинством еще бы такая махина единственная в Украине да их и в Союзе было мало этой машиной гордятся а многим харьковчанам довелось ее видеть на улице Петровского спешащие по делам люди останавливались подолгу смотрели красиво работает а еще трамваи грузовые платформы трамваи тягачи сварочные вагоны и снегоуборочные снегоуборочные или снеговичок как ласково его называют сами трамвайщики один из старых харьковских трамваев когда-то возивший пассажиров да и многие из грузовых трамваев переоборудованы из старого подвижного состава и здесь наверное стоит вспомнить о целой эпохе в жизни города трамвая серии Х что означает харьковский помните знаменитую Аннушку это и есть тот самый трамвай первые сто вагонов этой серии разработанные в Харькове изготовленные в мытищах появились в 1928 году и служили людям до начала 70-х есть у харьковских трамвайщиков мечта реставрировать этот чудом сохранившийся трамвай и может когда-нибудь он пройдет по городу и как память о его создателях и как реликвия для будущих поколений и как просто чья-то далекая светлая юность 9 марта 1939 года Харьков получил от правительства замечательный подарок 10 новеньких троллейбусов троллейбус уже завоевал популярность в Москве Киеве других городах а для харьковчан был еще в диковинку даже сами трамвайщики шутили мичуринский гибрид трамвая с автобусом 1 мая троллейбусная трасса соединила площадь Тевелева и парк Горького а 7 ноября второй маршрут связал центр с Южным вокзалом и каким праздником было открытие каждого маршрута солнечным воскресным утром вышли на линию трамвая и троллейбус и встретить поток людей спешащих за город в городские сады и парки к реке это было утро 22 июня 1941 года осенью бои шли уже на подступах к городу несмотря на бомбежку и артобстрелы трамвай ходил регулярно только ночью и вечером без огней в том что из Харькова смогли эвакуировать 320 эшелонов с заводским оборудованием сырьем культурными ценностями 225 поездов с людьми 56 санитарных поездов заслуга и тружеников Харьковского трамвайно-троллейбусного отреста а потом часть вагонов пошла на постройку баррикад а остальные безжизненно застыли на путях после выведения из строя электростанции они словно ждали своих настоящих хозяев идущих по тяжким военным дорогам Харьковских электротранспортников Преображенского Шишацкого Долбню Стрельца Казакову Капустина Пантюшенко и еще многих и многих они еще вернутся чтобы вдохнуть жизнь в городской транспорт а те кто не дошел навеки остались в списках коллектива все так же светит солнце в вышине и те же травы на земле растут я не погиб сегодня на войне а я ушел в последний свой маршрут освобожденный Харьков лежал в руинах и зарубежные специалисты уже вынесли свой приговор на восстановление города уйдет не менее 50 лет но уже через 3 дня после освобождения начальник трамвая на троллейбусного треста Позняку издал приказ о восстановлении разрушенного хозяйства первый послевоенный трамвай вышел в рейс 28 ноября 43 года люди останавливались не веря своим глазам ведь это возвращалось в город мирная жизнь каким трудом она доставалась восстановление городского транспорта стало народной стройкой на помощь пришли крупные заводы тракторный турбинный велосипедный электромеханический имени Малышева и многие другие уже в 1946 в 1946 году перевезли 59 миллионов человек а к концу 50-х 171 миллион в 1953 электротранспортное хозяйство Харькова было полностью восстановлено трамвай Новые дома, Салтовка, Алексеевка, Залютина и многие другие. А сегодня это жилой массив Горизонт. Все годы труд, а как итог этого труда, орден Трудового Красного Знамени, которым ХТТУ было награждено в 1966 году. И, конечно, при таком росте подвижного состава не обойтись без новых технологий обновления контактной кабельной сети, автоматизации тяговых подстанций. К тому же, чем больше, чем разветвленнее сеть транспортных линий, тем сложнее обеспечивать регулярность движения. И здесь неоценимую помощь оказывают диспетчерские пункты. Кстати, их прообразы появились в 1927 году, когда трамвай перешел с узкой колеи на широкую. Современный диспетчерский пункт – это и внимательный глаз, а на центральном пункте еще и телевизионный, и хозяйская рука электротранспортников. За регулярностью движения поездов на участках следит автоматизированная система диспетчерского управления. Пассажиры даже не догадываются, сколько различных служб нужно для того, чтобы они могли беспрепятственно отправляться в поездку по городу. Но сегодня у нас есть такая возможность еще и благодаря энтузиазму транспортников. Именно на нем приходится держаться этому огромному хозяйству. Судите сами. Из 264 километров трамвайных путей 53 требуют замены. 48% трамваев подлежат списанию, а надежды на получение новых нет. С троллейбусами дело обстоит лучше. Они обновляются ежегодно. Днепропетровский «Южмаш» наладил их производство, а недавно в Харьков прибыли 28 румынских троллейбусов. Но в то же время и троллейбусы требуют ежедневного технического обслуживания, а на это нужны средства. А 90% трамваев в нашем городе – чешские Т-3. И если они выходят из строя, то понятно, что возникают проблемы. Трамвайщики все же выходят из положения. Во всех депо они сами изготавливают детали и запчасти. А всего в Харькове на Украине к трамваев этой марки делают более двух тысяч наименований различных деталей. А вот колесные пары раньше ремонтировали заводы. Сегодня это приходится делать самим трамвайщикам на стендах, установленных в депо. Здесь же и кузни – токарные, слесарные, электроаппаратные мастерские. В Третьем троллейбусном депо в 1995 году открыли цех нестандартного оборудования, где изготавливают щетки, натяговые и вспомогательные двигатели всех видов подвижного состава и графитные вставки. Спрос на эту продукцию огромный, ведь цех единственный в Украине. Но как бы ни старались сами электротранспортники, без государственной помощи им не обойтись. А вопрос, где взять средства для обновления парка, висит в воздухе, хотя это крайне опасно. Ведь по оценкам экспертов, через год-полтора работа общественного транспорта может быть полностью парализована. И кому, как ни транспортникам, понятны беды, порожденные экономическим кризисом. Ведь городской электротранспорт всегда был и остается предприятием повышенной опасности. Летом этого года болью отозвалось известие о трагедии в Днепродзержинске, унесшей десятки человеческих жизней. Подумайте, кто угодно в Украине мог стать, если еще не стал пассажиром такого трамвая. Может быть истина в комплексном решении проблемы, в различных формах заинтересованности водителя, разумной налоговой политики, компенсации затрат на перевозку льготников. Методы могут быть разные. Главное сохранить жизнь транспорта, которая пока не прекращается ни на минуту. Она только стихает, когда на часах половина первого и город засыпает. Кто из нас хотя бы однажды не оказывался в таком полуночном трамвае или троллейбусе, который шел сквозь город, сквозь ночь, будто сквозь время? В этих ночных полупустых вагонах, развозящих последних пассажиров, какая-то своя особенная атмосфера, которая не ощущается в суете дня. Спасибо нашему транспорту за то, что именно в нем рождались светлые мысли и воспоминания, и даже окуджавовские стихи. Последний троллейбус по улицам чинь, верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи, крушенье, крушенье. Последний троллейбус, но дверь отвори. Я знаю, как взяткую полночь твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. А мы выходим и еще долго смотрим вслед этому живому, светящемуся островку в море ночного города. Последние трамваи и троллейбусы уходят в депо, где идет уже совсем другая, ночная жизнь транспорта. И когда входишь в непривычно пустой, отдыхающий вагон, особенно резко бросается в глаза, что же ему пришлось пережить за день. Сломанные, изрезанные сидения, выбитые стекла, оскорбительные надписи, брошенный мусор. И невольно задумаешься, что же мы за люди такие, за что кромсаем и уродуем то, что нам верно служит. Ведь, может быть, уже завтра снова придется войти в этот вагон. Впрочем, нет, завтра он уже будет выглядеть иначе. За ночь успеют его убрать, осмотреть, вымыть, залечить дневные раны и царапины. И он будто вздохнет облегченно, как живое существо. Только ночью, в призрачном свете ламп, депо начинает казаться огромным аквариумом, а мокрые, блестящие, пустые трамваи огромными усталыми рыбами. К рассвету депо оживает, наполняется голосами. У водителей рабочий день начинается рано, когда город еще спит. Они торопятся к окошку диспетчера, проходят проверку на алкоголь, а там уже кладовщику получить необходимый в дороге инструмент. И сразу же к своим вагонам, чтобы навести в них последний лоск. Здесь же и кондукторы. Снова вернулась эта профессия, когда-то на заре юности трамвая, престижная и уважаемая, потом себя изжившая. Но что же делать, если сегодня 80% пассажиров не платят за проезд? Для сравнения, во всех цивилизованных странах только 5%. Люди жалуются на дороговизну, не зная о том, что проезд, за который они платят 20 копеек, транспортникам фактически обходится 80. Впрочем, все эти заботы и у водителей, и у кондукторов еще впереди. Впереди нелегкий рабочий день. Он потребует и профессионализма, и предельной собранности, и соответствующего психологического настроя. На водителей груз ответственности за тысячи пассажиров. Поэтому, как бы ни было трудно, в хозяйстве гор электротранспорта стараются обеспечить для своих работников и круглосуточное горячее питание, и бытовки, и душевые, и комнаты отдыха. Есть санаторий-профилакторий на 50 мест, и своя медсанчасть, и детский оздоровительный лагерь. А на берегу Салтовского водохранилища пансионат-коммунальник. Здесь же и гордость транспортников. Красавец-яхт-клуб, известный, наверное, почти всем харьковчанам. А еще два спорткомплекса и своя футбольная команда. Спорт здесь в почете, и это неудивительно. Людям, работающим на транспорте, немаловажно быть постоянно в хорошей физической форме. Дай Бог, чтобы все это оправдывалось тем, что мы, пассажиры, будем ездить в транспорте с удовольствием. Ведь встречаются нам трамваи и троллейбусы, где отдыхаешь, даже если транспорт переполнен. Слышишь название остановок, доброе слово водителя. Чувствуешь, как умело и осторожно ведет он вагон. И понимаешь, за рулем не просто профессионал, но и хороший психолог. Такие вагоны многие пассажиры поджидают специально. Может быть, вскоре и эти молодые ребята и девушки, учащиеся СПТУ номер 46, поведут свои вагоны уже самостоятельно и смогут создать в них такую же добрую атмосферу. Долгой и хорошей им дороги. А многие из них наверняка станут студентами Академии городского коммунального хозяйства. Электротранспортники с гордостью говорят о ней, как о своей кузнице кадров. Вот уже сколько лет уходят работники транспорта на учебу в Академию, чтобы снова вернуться уже специалистами. Людей, отдавших электротранспорту всю свою жизнь, 30, 40, 50 лет, здесь очень много. Есть даже целые династии. Может быть, сам ритм движения невольно затягивает и передается детям и внукам. Но какое же будущее без истории? И первый трудовой день каждого, кто приходит в угол электротранспорт, начинается с музея рабочей славы, который носит звание народного. А еще представить долгий путь от прошлого к настоящему можно, листая подшивки газеты «Харьковский электротранспорт», которая существует с 1927 года. За это время газета несколько раз изменило название, что ж, того требовало время, но не изменило сути. Рабкором было на кого равняться. Корреспондент «Правды», герой Советского Союза, малоземелец Сергей Борзенко уходил к своей боевой и журналистской славе из Ленинского трамвайного депо. И 23 года проработал здесь пронзительный поэт и удивительный человек Борис Чичебабин. Какие имена, какая славная история у харьковского электротранспорта и какие нелегкие сегодняшние заботы. Его директору Михаилу Алексеевичу Крикунову пожалуй придется столкнуться со сложными проблемами его предшественников послевоенных лет. А может и сложнее, во всяком случае в моральном плане. Ведь тогда нужно было поднимать транспорт из разрухи. А сегодня не дать разрушиться тому, к чему шли 90 лет. Поистине прав был поэт, сказавший из глубины ушедших лет еще вернее, чем когда-то. Чем громче музыка побед, тем горше каждая утрата. А утраты эти касаются не только электротранспортников, но и каждого из нас. Ведь все мы пассажиры и нам всем еще ехать и ехать. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ